И для всех есть место в ее большом сердце. Эсет Зейтова всегда являлась образцовой матерью, а сегодня уже и бабушкой. Добросердечная, заботливая, милосердная, при этом сильная и стойкая. С 19 лет она занималась своим хозяйством, воспитывала детей, была достойной супругой и снохой. У эсет Зейтовой пятеро детей, четыре сына и дочь. Всем дала достойное воспитание, привила лучшие человеческие качества. Несмотря на то, что в те времена семьям приходилось непросто, дали всем детям высшее образование, помогли реализовать себя в жизни. Сегодня дети благодарят ее за вклад в их жизнь. Хусейн Зейтов, самый младший из братьев, окончил Исламский институт. Делится, что ее забота, любовь, полезные наставления пригодились ему по жизни. Ахмдуллах, дикки, муха, хаққа, мудр, хаққа, 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 хаққа. Эсет Зейтова пользуется большим уважением среди родственников и сельчан. Поздравить ее с днем матери приехали и работники Сунжанской администрации. Поблагодарили многодетную мать за достойное воспитание детей, которые на разных поприщах приносят пользу своей республике. В теплый праздник холодного ноября в доме Дзейтовых шумно и многолюдно. Царит праздничная атмосфера. Поздравляют любимую бабушку и внуки. Сегодня за ее мудрость, милосердие и трепетное отношение благодарят все родственники. Безграничную доброту и заботу проявляет к своим снохам. Вопреки всем стереотипам, ее любят с заловки. А со стороны сношенец никогда не было конкуренции. Напротив, брали с нее пример. Вопреки всем стереотипам, ее любят сношенец. Несмотря на годы, Эсет не позволяет себе расслабиться. Она до сих пор занимается хозяйством. Выращивает овощи, фрукты, разводит курей. В прошлом году стала призером республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство». Выиграла 50 тысяч рублей. Также сотрудники Сунжинской администрации поздравили еще одну маму – Зинаиду Щевикову. С самого рождения она живет в Ингушетии. Зинаида Николаевна много лет проработала в третьей школе Нестеровского. Конечно же, запомнили как добродушную, веселую и очень чисто плотную. Зинаида Щевикова всегда зарабатывала честным трудом. Справедливости, трудолюбию, добропорядочности учила и своих детей. Такие же наставления сегодня делает шестерым внукам. Свои 76 лет энергичная на здоровье не жалуется. А недавно стала дважды прабабушкой. Мне все помнят, и все о хорошем мне говорят. Я никому в этой школе ничего плохого не сделала. Вот такие детки. Не ругалась, ничего. Улыбка, смех, шутки. Соседи мои золотые. И вся улица наша золотая. Иду. Зин, да давай посидим. Да нет, я-то-то. Ну, давай посидим. Ну, в общем, золотые люди. Ингуши. Именно матери являются главным проводником жизненном пути каждого ребенка. На их плечах воспитание достойных сыновей и дочерей Отечества. День матери – очередной повод навестить самого дорогого человека – маму. Смысл праздника в том, чтобы мы уделяли им больше внимания и помнили, насколько велика роль, которую они играют в нашей жизни. И будет лучше прийти не с пустыми руками. Подарок или просто букет цветов маму, безусловно, порадует. Здравствуйте. Можете собрать для моей мамы букет белых роз? Обязательно. С удовольствием соберем для вашей мамы самый красивый букет. Спасибо большое. Диана Дударова, Сулейман Костуев. Новости 24.